Приветствую! Инженеры и ученые частенько сталкиваются с проблемой аппроксимации данных сложной функции, к примеру, методом наименьших квадратов. И современные информационные технологии позволяют значительно упростить и ускорить этот процесс. Сегодня я покажу, как можно выполнить аппроксимацию данных произвольной функции в программном приложении MatCAD с использованием специальной функции GenFit. И рассмотрим мы весь процесс на примере температурной зависимости плотности воды, которая имеет следующий вид, где ABC – константы функциональной зависимости, которые нужно найти, T – температура в кельвинах, TC – критическая температура воды равная 647,3 К. Допустим, у нас есть набор экспериментальных данных зависимости плотности жидкой фазы воды от температуры, хранящиеся в файле Excel. Видим, что данные структурированы. Первый столбец соответствует температуре второй плотности. В принципе, можно внести весь массив данных вручную в MatCAD, но это займет много времени и нервов из-за сложности редактирования массивов данных в самом MatCAD. Поэтому остановимся на более удобном и практичном варианте, когда данные подготовлены в виде электронной таблицы Excel. Закроем таблицу Excel, сохранив ее в формате list Microsoft Excel 97 2003 и создадим новый документ MatCAD. Нажмем «Вставка», «Данные», «Мастер импорта данных». Выберем формат файла Microsoft Excel. Укажем файл, из которого необходимо импортировать данные и диапазон данных . Видим, что импорт массива данных произошел и образовалась таблица значений температур и плотностей. Присвоим полученную таблицу массива с именем, например, NewData. Создадим векторы значений температур и плотностей, воспользовавшись вкладкой «Матрица», «Столбец матрицы». Нулевой столбец матрицы NewData — вектор температур. Первый столбец — вектор плотностей. Запишем критическую температуру воды. Определим частные производные аппроксимирующей зависимости по искомым коэффициентам. Во вкладке «Математика» нажмем кнопку «Производная». В появившейся структуре на месте квадратика сбоку соберем аппроксимирующую функцию. Укажем в нижнем квадратике, по какому коэффициенту необходимо найти производную. Во вкладке «Вычисления» нажмем «Симбольный расчет» с что система MatCAD произвела символьное вычисление производной. Выделим конструкцию производной с помощью рамки выделения, скопируем конструкцию производной дважды. Изменим параметры, по которым необходимо найти частные производные на B и C. С помощью вкладки «Матрица» и кнопки «Матрица» или «Вектор» создадим вектор функцию размером 4 строки и 1 столбец, необходимую для алгоритма аппроксимации, содержащую в качестве переменных температуру и искомые коэффициенты. Результат выполнения такой функции – вектор, содержащий значение функции, а также ее частных производных по искомым параметрам. Создадим вектор ГЭС, содержащий начальные приближения искомых коэффициентов. Поскольку количество неизвестных 3, то и размер вектора также 3. Есть некоторые рекомендации касательно выбора начальных приближений. Первый вариант – посмотреть на существующую функциональную зависимость свойства какого-нибудь другого похожего вещества и значение ее коэффициентов, а затем подставить их. Второй вариант – методом подбора, изменяя значение коэффициентов до тех пор, пока не будет найдено решение. Воспользуемся функцией GenFit, в результате чего получим вектор коэффициентов аппроксимирующей зависимости. В нашем случае алгоритм затрудняется в поиске правильного ответа. Попробуем изменить алгоритм решения с оптимизированного метода Левенберга Маркварта на обычный метод Левенберга Маркварта путем нажатия правой кнопкой мыши по функции и выбора соответствующего пункта меню. Алгоритм нашел решение, но оно, мягко говоря, нас не устраивает. Попробуем изменить начальные приближения. Видим, что для данного начального приближения алгоритм нашел решение в виде вектор столбца, в котором первый элемент соответствует коэффициенту а, второй коэффициенту b, а третий коэффициенту c соответственно. Для проверки полученного результата воспользуемся найденными с помощью функции GenFit коэффициентами и зададим функцию зависимости плотности воды от температуры. Построим график, содержащий экспериментальные данные и функцию с найденными параметрами. Видим довольно качественное соответствие эксперимента и функциональной зависимости плотности воды от температуры. На сегодня все. Благодарю за внимание и надеюсь, что данный способ однажды поможет кому-то из вас, если вдруг понадобится подобрать коэффициенты функциональной зависимости по экспериментальным данным. Подписывайтесь, ставьте лайки либо дизлайки, пишите комментарии. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...